О Бог, мой Бог, пускай не исчезнет со мной, песок и прибой, дыхание моря, сияние молнии, молитвы покой. Слова этой песни из опубликованных посмертно дневников Анны Синиш, еврейской девушки, воевавшей с фашистами в составе Британского управления специальных операций. Первые достоверные сведения о массовом истреблении евреев в Европе дошли до Палестины в ноябре 1942 года. Новости о лагерях смерти, о массовых убийствах не укладывались в голове, в них не хотелось верить. Однако каждый день приносил новые ужасающие свидетельства. Свыше миллиона евреев убито в Польше. Два миллиона убитых. 2 декабря в подмандатной Палестине было объявлено Днем Скорби и Молитвы. Множество евреев мечтали с оружием в руках, сражаться с фашизмом. Но британцы, опасаясь за судьбу мандата, не хотели обучать их военному делу и тем более вооружать. Наконец, в начале 43-го, под давлением Мишула, британское управление специальных операций согласилось на создание группы из 37 добровольцев для заброски их в страны исхода. Задачей диверсантов была организация еврейского сопротивления на местах. Одной из отобранных стала Ханна Сениш, 22-летняя красавица, приехавшая в Палестину четырьмя годами ранее из Венгрии. Ханна родилась в 1921 году в Будапеште, в очень уважаемой и состоятельной семье знаменитого драматурга Беллы Сениш. Она получила образование в привилегированном протестантском лицее. Там Ханна начинает писать стихи и возглавляет поэтический кружок. Вступив в Макаби, студенческую сионистскую организацию, Ханна уезжает в Палестину, где, отказавшись от своего очевидного поэтического дара, изучает сельское хозяйство. В 1941-м Ханна вступает в Хагану. Все, кто знал Ханну в те годы, вспоминают о ней, как о девушке редкого ума, таланта и красоты. Но в ее характере нет и намека на то мужество и силу духа, которое ей предстоит проявить. Подготовку еврейские добровольцы проходили на британской базе ВВС под Каиром. Интенсивные тренировки с оружием, прыжки с парашютом, радиоделок. К январю 1944-го подготовка закончена. Наверное, все – и диверсанты, и кураторы-англичане – понимали, что миссия обречена. Еврейский вопрос в Европе уже решен. Через Италию Ханна с двумя мужчинами-диверсантами добирается до партизанского лагеря в Югославии. Здесь мужчины, оценив ситуацию, решают прервать миссию и остаться с партизанами. Ханна идет до конца. Ее задержали при переходе венгерской границе. Позже была обнаружена спрятанная рация. Ханну пытали, надеясь получить коды для радиоигры с англичанами. 7 ноября 1944-го ханну Сенеш казнили, так и не получив от нее никакой информации. В 1950-м прах ханны был перенесен в Израиль и захоронен на национальном военном кладбище на горе Герцля в Иерусалиме вместе с другими погибшими диверсантами. Посмертно опубликованы дневники, которые Ханна вела с 11 лет. В них несколько стихотворений. Одно из них – «Дорога в Кейсарию». Положенное на музыку, оно стало одной из самых любимых израильских песен. «О Бог, мой Бог, пускай не исчезнет со мной, песок и прибой, дыхание море, сияние молнии, молитвы покоя». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok